вы на канале модной практики напоминаем что у нас видео каждый день продолжаем работать с нашим сложным сложным вечерним платьем вот эскизы у нас готова выкройка прежде чем приступить к раскрою сейчас посмотрим на выкройку и я покажу на что обратить внимание центр переда долевая долевая вот у нас долевая вот она прямо да вот это вот часть которой боковиночка у нас вот здесь долевая то есть вот эта линия будет выложена по долевой вот это она вот сюда у нас откроется дальше на что обратить внимание смотрите если мы сейчас сложим нашу вот эту вот по той линии по которой мы надрезали у нас вот здесь вот контрольная точка контрольная точка где у нас начинается вот этот шовчик будет идти он должен попасть вот эту точку контрольная точка но вот в этом круглом месте мы можем еще поставить по одной контрольной точке контрольные точки вот они вот это должна совпасть вот этот шов должен совпасть контрольной точкой шов но и линия должны совпасть ли ней талии это понятно как бы у нас есть известно доливая долевая контрольная точка контрольная . и талия с линии талии должны совпасть здесь все на что обратить внимание вот здесь в спинке понятно что у нас вот это центр спины долевая долевая я вот просто по миллиметровке виду такую перпендикулярно к линии талии вот будем когда к ткани ее присоединять у нас вот долевая ну а там уже известно и в круглых местах вот здесь вот можно поставить хотя бы там линия талии совпадет с линией талии хотя бы вот так вот две контрольные точки контрольные точки контрольные точки все вот сейчас наша выкройка абсолютно готова к тому чтобы начинать крей сейчас расстилаем ткань вот эти бочки это будут из другой ткани из одной ткани выкраиваем вот это все а вот эти бочки вы краем из второго цвета ткани но у нас же образец пока макет у нас ткани полтора метра но вот эти детали мы будем кричать из другого цвета кто будет кроить их из этого же цвета и покрывать потом кружевом или еще чем-то конечно нужно еще сантиметров на 30 больше потому что вот долевая а у нас вон она куда уходит так это мы пока убираем это другой цвет эти бочки смотрите нарисовала линию низа начертила начала прикалывать на сгиб ткани вот это у меня со сгибом деталь но я хочу к низу вот тут еще сантиметрик хотя бы заузить чуть-чуть вот эту центральную чуть больше так сантиметрика раз заужаю к низу немножечко чтобы эта центральная часть чуть-чуть вот так вот шла на заужение и сейчас начну прикалывать все и кроить чуть-чуть вот так вот сделали и на заужение сейчас прикалываем весь нас к наш крой все рельефы все бачки у меня везде сантиметр кто-то может по боковым возьмет 2 еще сейчас покажу на что обратить свое внимание мы с вами уже знали если контрольные точки вот линия талии вот линия талии все должно совпадать вот линия талии это так кажется сейчас очень сложно сейчас от точки к точке начнем собирать сметывать кроить ничего сложного особо тут нету конечно и также эту мы прикалываем все под одну линию вот у меня низ под одной линии конечно это у меня макет смотрите здесь по сантиметру вот это у нас на самом деле вот этот кусочек это вырез это вырез который вырез впереди вырез вырез вот он дальше вот это вырез вот это вырез для чего это вот это вырез на спине это для чего это потому что мы здесь будем добавлять 0 7 я подмечаю вырез могла бы писать 0 7 а можно можете писать 07070707 все что вырез 07 все обратила ваше внимание еще раз собираю эти детали начинаю кроить 07 вот я только что с вам обратила внимание что это вырез а дальше все по сантиметре q по сантиметрику линия талии надсечка маленькая маленькая культурная надсечка вот так вот вот она когда уже все смоделировано уже вообще ничего не надо думать но положил на ткань приколол и режешь от надо сообразить только где какие припуски кто боится конечно боковые можно прибавлять побольше я ничего здесь не прибавляю у меня макет у меня метр сорок пять мне хватает одна у нас деталь вырезана вот наша вытачка нагрудная вот линия талии вырезаем следующую деталь смотрите линия талии надсечка этот это вот центр спины у нас здесь вот надсечка на линии талии чтобы она нас совпала с бочком линия талии и у нас вот две контрольные точки малюсенькие насечки у кого очень рыхлая ткань или кружева пожалуйста яркой цветной ниткой здесь поставьте точки ниточкой вот тут прошить эти точки чтобы вам их сохранить потому что не на каждой ткани можно вот так вот резать надсечки вот как мы сейчас отрезали контрольная . контрольная . линия талии линия талии линия талии линия талии линия талии вот линия талии вот контрольная . контрольная . вытачку тоже можно вот так вот раз немножечко сделать маленькие-маленькие надсечки и будем переносить ее потом на другую сторону но это потом убираем крой сейчас будем кроить такие бочки переходящие в плечи из другой ткани у нас вот где долевая передняя часть вот долевая а в спинке вот долевая перпендикулярно линии талии вот она долевая но у меня здесь сантиметров 70 а вы будете брать под своим деталям и вообще меня удивляет когда постоянно спрашивают а сколько надо ткани а кто его знает какая ширина кому на кого на какие объемы и так далее лучше всего самим соображать сколько ткани чем спрашивать у меня ли даже у продавцов в магазине и так далее вырез 07 а плечи нам не надо прибавлять у нас тут было на шов помним 0705 даже по прайме 5 миллиметров по прайме прибавляю бака тоже а мы там везде прибавили до прибавляем тогда будем заметывать два мы уже в тех деталях везде прибавили по сантиметру хотя у нас там уже было теперь будем заметывать боковые швы по два сантиметра вы всегда помните какие вам необходимы припуски линия талии линия талии линия талии контрольная . контрольная . все передняя часть готова контрольная . контрольная . линия то линия талии все у нас в порядке вырезаем заднюю часть долевые соблюдаем посмотрите как кажется сложно но мы это знаем как мы к этому пришли не так уж сложно вырез 07 одна контрольная . сзади вот у нас контрольная . линия талии никто не отменял линия талии когда будем собирать час платье очень нам пригодится то что мы ну так много наставили контрольных точек сейчас я покажу весь крой что из этого получилось перед нами все детали наконец мы смоделировали построили выкройки какие надо вытачки закрыли какие надо открыли нанесли необходимые модельные линии мы поработали хорошо пока до тех пор пока мы увидели вот эту картинку нанесли множество контрольных точек определили долевые мы ни разу не ошиблись у нас все хорошо мы готовы работать дальше все наши последние видео идут от базовой основы без выкройки со спущенным плечом кто владеет базовыми основами кроя 10 мерок или какими-то другими мюллером не знаю чем пожалуйста на ваших базовых основах все вот это самое вы можете делать сначала научиться делать спущенное плечо и потом вот это все делать но часто в моде еще вот такой вшивной рукавчик небольшой маленький такая вот головочка не для спущена цель накроена а вот эта часть могла быть пришита к любым базовым основам вы можете строить но я для чего вам дает этот материал для ознакомления вас с принципами моделирования вы если полюбите моделирование у вас будут безграничные возможности работать базовой основе каждый раз я говорю одно и то же платье за пять минут не для нас платье за 15 минут не для нас мы должны выглядеть он так достойно на улицу чтобы на нас не посмотрели не подумали как выглядит платье за пять минут поэтому подписывайтесь на наш канал следите за нашими новинками заглядывайте в наш интернет-магазин всего хорошего с вами были мы пауш 3 на михайловна и вся наша команда